Хорошо. Значит, расскажу я сегодня о новом Angular, который у нас релизнулся в начале мая. Это будет overview. Мы не будем там погружаться в какие-то особенности имплементации и все такое. Я просто расскажу, что нового. А если вам что-то будет интересное, и вы захотите в это углубиться, то это уже сами. Итак, презентация будет поделена на несколько частей. Мы отдельно поговорим о том, что нового в самом Angular, в CLI, что добавили в Material, и немножко о том, что нас ждет в будущем, в прекрасном и светлом. Итак, Angular. В этой версии команда Angular решила сильно не заморачиваться с Angular. Они решили сосредоточиться на инструментах и environment. Конечно, в этой версии Angular они там кучу всего пофиксили, багов, что-то там добавили. Но ничего такого существенного и серьезного. Поэтому у нас прекрасная новость. No breaking changes в этой версии. То есть, если вы на версии 5.2, например, и не используете там какой-то деприкатный код, который оставили как Legacy, поддержку какую-то старую, то в принципе при апдейте у вас не должно ничего поломаться. Но все же есть такие моменты. Вот, как я уже сказал, если кто-то использует, например, старые темплейты, деприкатные уже, то их нужно будет заменить на ng-темплейт. И если кто-то импортит что-то, касающееся анимации из Core, то теперь нужно обязательно это импортить из Animations. И, конечно же, новый Angular у нас основывает, уже зависит от новой версии Rx.js. Вот Rx.js сам по себе уже имеет breaking changes. И это, конечно же, поломает приложение. Но Rx.js выпустили такой пэкедж Rx.js.compat, установив который, он принесет обратную совместимость. В общем, ребята, в принципе, сделали все, чтобы можно было обновиться мягко и безболезненно, и ничего у вас не умерло после этого, и вам не надо было бы там долгие часы просиживать, чтобы пытаться поднять приложение после апдейта. Одна очень прекрасная новость – это 3-shakeable providers. Вообще, команда Angular, они сейчас сильно на этом сосредоточились, вообще на 3-shaking, на уменьшении бандла. И вот теперь у нас появляются провайдеры, которые будут поддерживать 3-shaking. Раньше мы прописывали провайдеры в модулях, а теперь мы можем в самом сервисе прописать, в каком модуле его провайднуть. Вот этот root – это означает самый верхний модуль. Можно также импортнуть свой кастомный модуль и там же его прописать. Это очень круто, потому что, например, если мы используем какую-то либу, и в ней там куча всяких сервисов, то если эти ребята из этой либы постараются и перепишут ее таким образом, то если мы там из этой либы используем пару сервисов, то все остальные в бандл не попадут. И это очень круто. Также они немножко постарались над анимациями, ничего там существенного не изменилось. Там улучшили производительность, немножко подрефакторили. И теперь нам не нужен полифил для анимации, потому что этот рефакторинг и обновленная имплементация решает это. Одна прекраснейшая новость – у нас появились элементы. Здесь еще написано Web Components. это потому, что это они и есть. И используют они Web Components API в браузерах. Что это такое? Это возможность взять какую-то компоненту, написанную на Angular, и вставить ее за пределы Angular приложения. То есть задумка такая, чтобы компоненту можно было использовать где угодно. и независимо от того, на чем написан сайт, на чем страница, или это вообще какая-то статическая HTML-страница. Все, что нам нужно сделать, это вручную забутстрапить эту компоненту. Обычно мы отдаем эту заботу в руки Angular, но в данном случае нам нужно создать этот кастомный элемент и забутстрапить его. Когда мы инжекнем этот элемент в HTML-страницу, это уже будет забота браузера забутстрапить уже этот элемент. Обычно, как процесс происходит, запускается Angular, и он там начинает все это бутстрапить, строить свое приложение. А теперь, как только скрипт скачивается, страницы, браузер уже сам бутстрапит этот элемент, и он работает. Сейчас мы уже можем посмотреть реальные примеры использования Angular Elements. Это, если вы обращали внимание, в документации на сайте Angular есть такие вот вставки кода, такие вот элементы. Так выглядит этот элемент Developer Tools. Здесь видна вот версия Angular. И я смотрел уже там видео и видел, как ребята бандлят это и используют эти элементы вообще там в статических страницах, даже без каких-либо там фреймворков либо за пределами Angular. То есть на данный момент это все работает. Работает это почти везде. Chrome Opera Safari из коробки. Firefox нужно активировать. В Edge, естественно, нет. Потому что, как ты интернет-эксплорер не назовешь, ничего от этого не изменится. В принципе, это все из такого, о чем можно было сказать из Angular. Теперь мы переходим к CLI. Появилась CLI. Отличнейшая команда. Называется она ng-update. Что она делает? Она updated. Нужно указать пэкедж. И она апдейтнет этот пэкедж, а также, как бы, соседние пэкеджи, необходимые для этого пэкеджа. Например, если мы напишем вот так, update.angular.core, то CLI обновит не только Core, но и Animations, и Router, и Forms, там и вот эту вот всю группу, которая относится к Core, а также она обновит RxJS, также она установит RxJS Compact, и запустит Schematics, и сделает все необходимое для того, чтобы мягко апдейтнуть ваши пэкеджи. Еще одна команда – это ng-add. Это легкий и простой способ добавить какой-то пэкедж в проект. Например, Angular Material. Обычно нам надо заинсталить в пэкедж и пойти там по настройкам, и там и сам все прописать, и там еще тему прописать в конфигах, и пока все это поднимется. Много времени очень может пройти. Эта команда добавляет Angular Material, прописывает все конфиги необходимые, там и в TS-конфиг, и в AngularJSON. Кстати, теперь Angular CLI JSON называется AngularJSON. Вот, и можно уже будет сразу же пользоваться элементами какими-то из Angular Material. Не нужно будет никаких там дополнительных действий, потому что все сделает сам Angular, потому что Material предоставляет схематикс, и ng-add автоматически их запустит и проведет необходимую работу. Также в CLI появилась поддержка WorkSpaces. Это такой шаг в сторону Monorep. Получается типа Monorep, но на самом деле пока что эта вещь, на мой взгляд, бесполезная глубоко, потому что это не позволит вам ни менеджить версии, ни управлять как-то проектом. Все, что эта штука сделает, это поместит в AngularJSON такое вот, такое свойство Projects, и туда будет собирать там ваши проекты, либо это конфиг, да, и, соответственно, в Repie тоже появится там папка Projects, и туда можно складывать всякие либо свои приложения, которые использовать там в качестве Monorep. Но по сути, если у вас реальная задумка там и необходимость держать проект как Monorep, то вам без какой-то утилиты менеджера типа Lerny все равно не обойтись, потому что это такого функционала не предоставляет. И вот она, поддержка библиотек. Теперь CLI позволяет нам сгенерить родную, наконфигуренную Angular библиотеку, которую мы можем использовать. Вот этой командой генерируется библиотека NGG Library. Как раз обновляется AngularJSON, туда добавляются там packages, да, если не было этого свойства, и туда прописывается это либо. Вот, как видно, появляется папка Projects в корне, и туда скафолдится библиотека. Вот, есть конфиг, да, всякий там, и сама библиотека, она минимально состоит из компонента, сервиса и модуля. Вот, апдейтится package.json, там ставятся необходимые зависимости, и апдейтится ts-config. там прописывается путь к либе, и приложение не ищет эту либу в нод-модулях, а ищет в projects. Вот, использовать эту либу можно точно так же, как и любой другой npm package, но не так быстро, потому что для того, чтобы использовать эту либу, вам нужно ее билдить, потому что приложение может использовать только предварительно сбилданную либу. И билдать ее нужно отдельно, потому что либы и само приложение билдаются по-разному. Это тоже прекрасная новость. И еще там, если вы используете апдейт, то там еще нужно будет в конфигах немножко поменять, но там не так все сложно, минимально. Вот. Не знаю, как вам, на мой взгляд, не очень удобно, но, не знаю, время покажет, и они, в принципе, работают над тем, чтобы как-то упростить этот процесс и сделать его немножко менее мучительным. Так, мы подошли к материалу. Я здесь написал и CDK, потому что, в принципе, оно все как-то вместе. Что нового? У нас добавились схематикс, о которых я уже говорил. Добавились несколько элементов. Добавилось дерево и бетч, да, значок. И также они добавили несколько стартер-компонентов. схематикс. Схематикс – это такая штука, которая, наверное, достойна отдельной презентации. Кто не знает, это прописанные инструкции к действиям, да, что заменить, что куда положить. Раньше CLI, команда, они использовали это под капотом, развивали эти схематикс. Именно благодаря схематикс генерируется компонент, генерируется приложение, компоненты, сервисы, модули. Вот все, что мы можем сгенерить с помощью CLI, это все делает схематикс. И сейчас схематикс вышли на такой стабильный, развитый уровень и решили выделить это в отдельный пэкетч и дали в пользование вам. Теперь у нас есть возможность к своим пэккеджам, которые мы там разрабатываем, тоже прописывать схематикс, и CLI будет автоматически их подхватывать и делать необходимые изменения в проекте. Делается это в два этапа. Можно таких выделить. Сначала схематик все прогоняет в памяти и проверяет на ошибки. Например, если у нас уже есть какая-то компонента, если мы генерируем, например, но компонента с этим именем у нас уже есть, схематикс получит ошибку и вообще все изменения будут отменены. То есть, по идее, мы не получим там испорченный проект или что-то такое, потому что все проверится до того, как реальные изменения будут применены. И вот только когда все в памяти это прогонится и схематикс не найдет ошибок, тогда уже это применится в файловой системе, в реале. Вот. В принципе, уже в схемеренном проекте на Angular 6 можно найти там в нод-модулях папочку Schematics и посмотреть на родные Schematics Angular. Появилась новая компонента 3. Вот такое вот иерархическое дерево можно встроить. Там немножко-то хватает всяких настроек, но по крайней мере теперь можно из коробки делать такие штуки интерактивные. они там рекурсивно строятся дерево. Ну, прикольная, в общем, штука. И появился в Material еще и в SDK, да? Почему я говорю Material плюс SDK? Потому что эти, они появились и там, и там. Вот этот вот кружочек с цифркой 5 это и есть компонента новая бетч. Итак, Starter Components. Наверное, в команде Material там из SDK появился какой-то рельсовый чувак и он решил показать им все прелести скафолда. и они наделали таких Starter Component. На данный момент есть три. Одна из них это SideNav. Можно таким образом сгенерировать себе компоненту. То есть мы говорим там сгенери из Material компоненту MaterialNav. Назови ее там MyNav. и у нас появится скафолдженная компонента и автоматически там Schematics попытается прописать это в нужный модуль и сразу же после обновления страницы там когда мы добавим нашу компоненту в HTML мы видим уже готовый SideNav и там и хедер есть как вы видите и там даже пара ссылок есть в меню. Все это сделано для удобства потому что в принципе менять изменить готовое уже и там проапдейтить легче чем создавать все заново. Вторая компонента это Dashboard. Сама компонента называется Material Dashboard и тоже ничего особенного при скафолде там генерится компонента и прописывается в модуле и ее сразу же можно использовать выглядит она так то есть берется такая Most Common раскладка из Material карточек и вот так выглядит заново сгенеренная компонента Dashboard из коробки и последнее это Table называется Material Table компонента здесь уже к самой компоненте добавляется и сервис Data Source он содержит логику стартовую для таблицы типа там сортировки там еще чего-то и также он там содержит данные тоже скафолдженные вот так выглядит таблица сгенеренная уже есть записи здесь уже с коробки прикручен сортинг погенация и логика как я уже сказал прописана в сервисе в принципе очень легко начать разрабатывать уже дальше работать с такой компонент все они три доступны и в CDK и в Material и последнее о чем поговорим это о том над чем сейчас работают команда Angular вообще они сейчас как я уже сказал сильно заморочились с три шейкингом со скоростью с оптимизацией и основное над чем они сейчас работают это новый рендерер который они назвали Ivy бояться нам нечего потому что breaking changes не предусматривается как в случае с вторым рендерером который у нас был может быть кто-то даже и не знает что с четвертым Angular мы получили другую версию рендерера и не узнал бы если бы не прочитал потому что ребята позаботились о том чтобы никаких там обломов не было с этим чтобы оно не ломало приложение в самом Google на Angular работает больше 600 приложений и для них это очень важно прежде чем что-то выпустить это все прогоняется на этих внутренних проектах а это такие проекты там как Firebase например то есть нельзя допустить того чтобы что-то сломалось если Firebase на вроде упадет из-за того что там рендерер что-то не так сделает то это будет очень плохо поэтому нам бояться нечего никаких breaking changes не будет цели этого AV рендерера сделать его меньше проще и быстрее за счет чего 3 шейкинг опять же теперь из бандла будут выбрасываться даже модули Angular которые не будут задействованы в приложении то есть с 3 шейкингом вообще все очень круто у них становится плюс например template да когда мы делаем template сейчас рендерер берет этот template потом парсит его переводит его в JS код потом на третьем этапе там берется из этого JS кода и компилится в еще один формат а потом на четвертом этапе строится template в доме сейчас этот процесс упростился template он переделывается в некие инструкции и потом уже по этим инструкциям напрямую строится дом самого кода гораздо меньше работает он гораздо быстрее и за счет этого и размер и скорость размер уменьшается скорость увеличивается сейчас ibi на очень ранних стадиях разработки но уже сейчас hello world приложение CLI да из почти 40 килобайт превратилась там в около 3 килобайта то есть размер приложения сильно уменьшится и почти в два раза стало быстрее время загрузки но я повторюсь это только ранние этапы но результаты уже очень крутые сейчас можно попробовать работу ibi нужно всего лишь в tskonfig добавить свойства angular compiler options и там enable avi прописать но не думаю что вы на данном этапе ощутите какие-то изменения вот потому что вот эти все показатели они по convention измеряются там на сбилденном и в jzip уже формате но я честно говоря пробовал на в dev моде никаких и даже просто в проде никаких изменений я не заметил но опять же только ранние этапы и там лабораторные цифры и так далее но я думаю все равно свои бенефиты мы от этого ощутим это в принципе все что я хотел быстренько вам рассказать вопросы может еще в самом начале ты говорил про provide in ты говорил про no breakable breaking changes но если этот provide in появляется я правильно понял что могу его не использовать да 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 то есть это появилась возможность его использовать но никто не заставляет понял и еще там было provide in значение является строкой значит я должен что-то одно указать то есть там указано root это понятно root это а если я хочу в паре тройки модулей то есть мне по сути нужна что-то типа массива такая штука там есть не смотрел нет там прописывается определенный модуль а только сервис на один модуль я должен найти что-то общее между всеми местами где хочу заинжектить и дать ему да либо можно либо опять же можно в модуле прописать старая опция никуда не делась либо в компоненте если надо конкретные компоненты а а у rxjs ты говорил там есть тоже какие-то breakable changes это все то что касается pipe или что-нибудь еще есть ну да pipe и там же еще изменились пути к этим к операторам например понял ну это как по мне выглядит достижимая штука ее можно починить ну вот этот компат этот package компат он добавляет эту обратную совместимость а как он это делает ну или так давай по-другому что я с ним должен делать я его добавил я взял новый rx и по идее ничего да ну я так по идее типа должен где-то какие-то поисправлять штуки и убрать этот компат правильно ну да да ну можно не исправлять можно по идее просто добавить компат да а можно добавить компат и потихонечку все исправить а потом удалить его он там ничего не пишет я не обращал внимания может какие-то депрекеты типа места куда надо идти исправлять ничего такого не пишет не знаешь нет 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 я не пробовал ставить супер понял спасибо а может а может у меня запитание на рахунок киви запитание может предположение может размер аппликации таки малень из-за того что нет Ага. Алло, что ты имеешь? Да, да. Можливо в HelloWorld приложение Eevee працює добре, тому що в HelloWorld ты ничего лишнего не використовуєш. Ну, якби все лишнє викидається і розмір аплікації маленький, але коли ти вже на продакшені, тебе там кучу бібліотек по максимуму використовуєш. Двіжок ангулар і вже немає чого викинути. Ну, звісно, це все зависить від того, що використовується, звісно. Ну, зрозуміло, хоча б тепер у нас є можливість якась це вибросити. Ну, хоча б там пара каких-то килобайт для каких-то там проєктов, не знаю, там с 300 мільйонами пользователей. Я думаю, що даже эти там 5-10 килобайт сыграють свою роль на трафіке там. Звісно. 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 Продолжение следует...